Меня хорошо видно? Ну, заметно, как я волнуюсь. Может, я не знаю, я не знаю, с чего начать. Может, какие-то вопросы уже появились? Записок не было еще. Ты помнишь про ракетные войска? Да, конечно, помню. Но время ограничено. Значит, чтобы не подводить организаторов, у нас сегодня как бы три проблемы. Первая проблема уже решается, как я понял, это Олимпийские игры. Вторая проблема – это чемпионат мира, о котором мы поговорим. Третья программа – криптовалюта, конечно. Все запасли уже криптовалютой? Да. Хорошо. А скажите, кто сдал билеты на Олимпиаду, не полетит в связи с тем, что так сложилось? Я. Один из них. У меня их не было, я их сдал. Значит, остальные поедут. Вот. Но вы там смотрите повнимательнее за наших балетей. И учтите, там граница с Северной Кореей меньше, чем до моей дачи от Москвы. Вот так вот. Итак, разминочная. Спорт, конечно, сплачивает расы. Но уж так устроен человек. Белые в стрельбе обычно асы. А у темных лучше развит бег. Когда мы готовили программу, вот я так посмотрел, а про лыжи-то у меня практически ничего и не написано. Но откопали вот тут пару таких моментов. Мы спросили урочего Васи. Прямо на финише, после стакана. Как работали лыжи на трассе? Где я? На трассе. Но я же не путана. Спасибо. Ну, тут тоже вот так вот. Из показаний Николая Валуева. То, что он бандит, я понял сразу. Если даст, то уж наверняка. Вдруг он мне, как врежет левым глазом, трижды прямо в область кулака. Десять суток я провел в постели. Только на четвертый день пошел. Как бандиты эти надоели, так и запишите протокол. Ну, вообще-то бокс, он на лыжи очень похож. Там такие же движения руками по перемене, да? Вот, это вот, корпусом. И поэтому там различие, я понял, что у боксера нету этих. Лыж и очков, и парок. А остальное, в остальном, то же самое, да? Поэтому стихотворение называется «О боксе». Голова боксеров – это тайна. А еще – живальный атрибут. Все они, похоже, не случайно варежки перчатками зовут. Первенство земли среди боксеров заняло непонятно почему бригадир бригадир битойщиков Егоров, алкоголик из второго СМО. Он и в спорт пришел по разнарядке и чихать хотел на гонорар. Ну, а щебень подсыпал в перчатки, только чтоб плотнее был удар. Странно, что дошел он до финала, в суе вспоминая чью-то мать. Ведь прислуга еле успевала зубы щебнем с ринга убирать. Интервью давал Егоров скромно. Мявлил, заикался. Ну, так вот. Щебень надо сыпать экономно, а иначе руку оторвет. А в конце сказал такую фразу, под трусами пряча кулаки. Пусть кличко выходит, оба сразу. Оптом будет скидка на венки. Таковой расклад в тяжелом весе следует признать, как добрый знак. Он уж Иисус Христос воскресе, а кто бил Егорова, никак. Спасибо. Что я потерял про криптовалюту? Холоден я был к криптовалюте. Но настал торжественный момент. Вы, наверное, ждете рифму Путина. Да, он сказал, что это свежий тренд. И как данка в Горьковской легенде нас повел в потемках наугад. Как бы призывая, будьте в тренде. Кто не в тренде, я не виноват. Нам плевать, что где-то что-то сзади, по бокам, а также впереди. Главное, иди и слушай дядю. Не проси, не бойся, не тренди. Подокая советом от Вова. Нет, подокая его. В общем, не берите, не бери биткоин в переходе. На помойке. Между гаражей. У студентов, нищих и бомжей. Лучше же было взять тебе в привычку, как Кириллов Игорь нас зовет. Покупает биткоины в электричках. У цыган проверенный народ. Чемпионат умер. Я думаю, что же вы не смеетесь? Оказывается, я без очков. Сейчас должно пройти лучше. Что нам светит на чемпионате? Кроме солнца, ничего не светит. Нам по ходу гимна сил не хватит. Выдохнемся в первом же куплете. Есть, однако, мнения иные. Если без напряга и галимасы гимн пропели к нашей запасные, мы тогда обмогли и Гондурасу. Русские, они же как медведи, чередуя мужество и смелость. Что? Что-что? Гондурас в Россию не приедет? Ну и пусть. Не очень-то хотелось. Мы готовы, опустив забраво, разорвать любую заграницу. Если Диму не петь, а вот вокал нам еще учиться и учиться. Мы бы итальянцам дали фору. Все бы относились к нам с опаской. Ты прикинь запас. Билан, Киркоров, Гарик, Стас, и Лепс, и Коля Басков. В результате жеребьевки Аской мы теперь не всеми будем биты. Кроме трех держав, конечно, братских. Куругвай, Египет, Субудит. А ведь были худшие расклады. Стыдно вспоминать, но все же были. Людей из группы выходить не надо, так как мы туда и не входили. Трениров пора погнать в три шеи. Докторов и массажистов тоже. В голос всех их надо. К Пелагеи. Вот она с вокалом и поможет. Я представил лужники, софиты. Наши футболисты в ярком свете и поют. Конечно, рты раскрыты, но поют Агутин, что там с ним еще, и дети. Спасибо. Еще мы не виделись, наверное, с вами уже давно. С Касаткина, наверное. Я вот с Касаткина. Никого не помню. А меня кто-нибудь с Терскола помнит с 76-го года? Первый раз я в 76-м году там был. А вы в каком номере жили в 76-м? Ну, у меня там побольше, чем у некоторых. Мне там посчастливилось найти жену. На чем все и кончается, пока что. Пока перелом у нас. Спасибо за внимание.